Известно, что условия плавания тел состоят в следующем. Если плотность тела больше плотности жидкости, в которую оно погружено, то тело тонет. Если плотность твердого тела меньше плотности жидкости, то оно всплывает. А если плотности твердого тела и жидкости равны, то тело плавает внутри жидкости, поскольку в этом случае сила тяжести, действующая на тело, уравновешивается выталкивающей силой Архимеда. Чтобы продемонстрировать сказанное, проведем такой опыт. В двух банках налита вода, но в одной банке, в левой, это пресная вода, а в правой банке это соляной раствор, плотность которого больше, чем плотность пресной воды. Опустим в соляной раствор вареное яйцо. Мы видим, что яйцо плавает в соляном растворе, плотность яйца меньше, чем плотность соляного раствора. Перенесем яйцо в банку с пресной водой. Мы видим, что яйцо тонет в пресной воде, поскольку плотность пресной воды меньше, чем плотность яйца. То же наблюдается и для картофеля. Картофель плавает в соленой воде и тонет в пресной воде. Будем теперь подливать в банку с пресной водой потихоньку соленой воды и помешивать при этом воду в банке. Постепенно плотность раствора увеличивается за счет того, что я добавляю в пресную воду соленую воду с большей плотностью. Подливая соленую воду в банку, мы добились того, что плотность раствора стала равна плотности картофеля. Вы видите, картофель плавает внутри банки. Если теперь добавить соленой воды еще в банку, увеличив плотность раствора, то картофель всплывает.